На новом стадионе Ямал площадка уже готова. Здесь есть абсолютно все для безопасных и эффективных занятий спортом. Все по технике безопасности. Ничего не выпирает, ничего не торчит. И даже если спортсмен сорвется со снаряда, здесь его встретит мягкое безопасное покрытие. Когда обстановка в городе будет более стабильной, пока то и дело слышно, как срабатывает система ПВО, здесь могут тренироваться будущие чемпионы и просто любители активного отдыха. Они будут согласны той же концепции. Единственное, что возможно будут отличаться по составу и содержанию. Потому что площади не везде позволяют сделать, но по максимуму стараемся разместить все в соответствии, как мы делаем на Ямале. Новые спортивные и детские площадки появятся и в других районах города. На месте того пустыря была школа и старая советская спортивная площадка. Оба объекта в ходе боевых действий пострадали настолько сильно, что пришлось носить. И совсем скоро здесь, на этом месте, будет небольшой спортивный комплекс. Помимо спортивных тренажеров и турников, здесь будет место и для командных игр. Универсальная спортивная зона объединяет в себе поле для футбола, баскетбола и волейбола. Мини-футбольное поле. Волейбол, баскетбол. Вот здесь будет воркаут. Тренажеры будут стоять. Будут дорожки выложены с плитки. Вот такой вот клубы будут, лавочки будут стоять. Все будет красиво. Концепция дизайн и контроль производства – дело рук ямальцев. Работают же на объектах преимущественно жители Волновахи. Николай Паровозов – рабочий. Говорит, дело идет быстрее, потому что строят для своих же детей. Для своих детей делаем. Как это? Конечно, надо это делать, но как по-другому. Все это надо восстанавливать. Куда детей водить? Садики надо, школы надо. Если позволит погода, площадки будут готовы уже через месяц. Никита Пекалов, Тимур Ахмедов. Время Ямала из Волновахи.